Сегодня мы поговорим о двух ярких представителях А-класса городского сегмента. Это Fiat 500 Electric и Chevrolet Spark EV. Fiat 500 Electric и Chevrolet Spark, помимо того, что они одноклассники и оба электрокары с приблизительно одинаковыми характеристиками, имеют очень много общего. Для тех, кто не в курсе, в 1992 году именно Fiat 500 послужил прототипом для появления Deo Matisse, которым является Chevrolet Spark. В 1992 году Джуджара создал проект для компании Fiat, его не приняли, после чего приехали корейцы, ну и естественно выкупили вместе с Ланосом, вместе с Леганзой, которая была нарисована как Ягуар и так далее. Так что по сути это родственники. Итак, Fiat 500 Electric. Безусловно, это очень имиджевый автомобиль. Я бы посчитал его даже флагманом концерна Fiat, потому что на самом деле, по правде говоря, это, наверное, самый симпатичный и самый качественный их продукт на сегодняшний день. Fiat 500 имеет очень большую историю. Можно сказать, что это культовый автомобиль. И фиатовцы, на самом деле, в угоду ретро-дизайна, ретро-стиля этого малыша сделали его именно таким. Машина появилась как в конце в 2004 году, в 2007 пошла в серию и выпускается по сей день именно в таком виде. В 2010 приблизительно они начали задумываться о том, чтобы его электрифицировать. И приблизительно к началу 2013 года калифорнийский рынок получил этот автомобиль в наличии. Этот автомобиль действительно калифорнийец. И чем же он отличается от стандартного автомобиля? Разница? Ну, не особая. В принципе, автомобили одинаковые. Ходовка одна и та же даже. А вот, что касается силового агрегата и, естественно, пересмотра конструктива платформы под установку аккумуляторов в днище, это уже и изменилось. Что касается внешности, то Fiat 500 Electric практически ничем не отличается от стандартного, обыкновенного, будь-то бензинового, будь-то дизельного Fiat 500. У него просто есть симпатичные белые заглушки, свой комплект дисков и все, в принципе. Ну да, вместо привычных патрубков выхлопной системы тоже симпатичные белые заглушки. На самом деле, отличить в потоке электрический Fiat 500 очень сложно. Большинство Fiat 500 имеют какие-то эксклюзивные черты. И все они в основном разные. Так, посмотрим, что здесь под капотом. Самое интересное, что под капотом действительно автомобили очень сильно подражают своим бензиновым и прочим ДВСным версиям. Вероятно, это такой психологический маневр, который упрощает восприятие такой вот действительности. В принципе, здесь смотреть не на что. Да, безусловно, для тех, кто думает, что электромобиль это вообще такая неломучая абсолютно обыкновенная штуковина, как пылесос или как у вас электроприбор на кухне, это все неправда. На самом деле, здесь просто электродвигатель, который питается от батареи. Все остальные омыватели, блоки АБС, проводка, да все здесь как у обыкновенного автомобиля. И точно так же есть ходовка, и она точно такая же. То есть, все вот эти вот спекуляции о том, что электромобили супер сверх машины, ну, очень с натяжечкой. Что касается салона электрического Фиата, то он точно так же мало чем отличается от его собрата с двигателем внутреннего сгорания. Тот же самый интерьер. Единственное, что у нас вместо привычного селектора коробки передач, четыре кнопочки, паркинг, реверс, нейтраль, драйв. Заводится автомобиль очень просто. У нас есть вот такой вот замечательный ключик. И вот здесь уже начинается второе отличие электрофиата от бензиновой версии. Заключается она вот в этом фирменном электронном табло, вместо привычного тахометра и спидометра с аналоговыми стрелками. Сюда выводится вся информация, запас хода, состояние автомобиля и так далее и тому подобное. Климатическая система абсолютно аналогичная бензиновой. В остальном все абсолютно точно так же. Еще одно отличие, которое преобладает конкретно в электрической версии, это вот такой вот салон. Он бывает белый с красной строчкой, он бывает черный с красной строчкой. Да, еще у нас есть панорамная крыша. Ну, вроде бы и все, остается только проехаться. Что касается Chevrolet Spark, то он тоже не плещет каким-то электропафосом. На самом деле, стандартный Spark, который, кстати, у нас встречается очень редко, не знаю почему, но бензиновый Spark я, например, в глаза не видел никогда, только электрический. Так вот, он отличается от своего Soprata только вот этой вот заглушкой вместо фальшрадиаторной решетки, которая, кстати, перешла к нему по наследству, по дизайну, по стилистике, да, от более старшей модели, это был гибрид Chevrolet Volt. И мы его тестировали в прошлом году. В остальном, Chevrolet Spark электрический внешне абсолютно ничем не отвечает. Под капотом Chevrolet Spark точно такой же камуфляж под двигатель внутреннего сгорания. Собственно, если бы не оранжевые трубки, то никто бы ни о чем не догадался. То есть, все как в обыкновенном автомобиле. Что касается кабины водительской Chevrolet Spark электрического, то здесь мы тоже видим преемственность многих приборов от Chevrolet Volt гибрида. Красивые вставки в цвет кузова. Да, кстати, этот автомобиль пятидверный, в отличие от Fiat 500. И он все-таки не такой ретроспективный, как классический Fiat 500. Это все-таки однообъемник и здесь за счет формы кузова у нас большее пространство внутри салона. Посадка не такая классическая, как у Fiat. Ну и в целом и в общем автомобиль выглядит очень современно, как снаружи, так и снутри. Итак, я за рулем Chevrolet Spark E-V. Доступ у нас бесключевой. Запуск двигателя осуществляется с кнопки Power на центральной консоли. Для начала поедем в режиме L. Режим L на селекторе коробки передач подразумевает режим, при котором рекуперация осуществляется в более серьезном режиме. То есть, в принципе, это эко-режим. Ну что ж, начнем. Что сказать о Chevrolet Spark в ходу? Ну, во-первых, под капотом этого автомобиля находится электродвигатель. Мощностью в переводе на лошадиные силы эквивалент 133. Этот двигатель развивает немыслимый крутящий момент, на зависть многим спорткарам. 545 ньютона метров. Подвеска у автомобиля, как я уже говорил, достаточно упругая. Руль очень чувствительный, очень приятный в вождении автомобиля. Упругая педаль газа. Все это в совокупности позволяет нам ощущать по максимуму. Да, автомобильчик замечательно рулится. На приборной панели у нас есть фирменный Chevrolet зелененький мячик, который, в принципе, выполняет функцию акселерометра. Заодно приучает водителя к более дисциплинированному поведению на дороге. Шумоизоляция, в принципе, у автомобиля, как и у любого одноклассника. Надо сейчас найти хорошее место, чтобы ощутить все 542 ньютона метра. Ну вот, в принципе, здесь мы и стартанем. Так, переводим в драйв. И... 60. 100. Аккуратненько тормозим. Очень-очень хороший разгон. Очень ровный, бесступенчатый. Сразу вся мощность под колесами. Для такого малыша это очень-очень дерзкое поведение. При этом, как он чудесно управляется. Хотя, батарейные блоки находятся под задними креслами, пассажирскими. Да, их, кстати, всего-навсего два. Посередине подлокотник с подстаканником. Вот, собственно, как и на Chevrolet Volt. Да, разворачиваться, конечно, на такой дорожке не получается с первого раза. Но, тем не менее, для города, по-моему, оптимальный вариант. На светофоре вас не достанет никакой Porsche Cayenne или Panamera. Втиснуться можно где угодно. 5 дверей. Багажник, в принципе. Для пакетов из супермаркета достаточно. Запас хода всего, конечно, 140 километров. Но, а кто из нас проезжает больше 100 километров в день? Не, ну я, конечно, не исключаю загородные поездки или междугородные. Но если держать эту машину чисто для передвижений по городу, по-моему, достаточно целиком и полностью. Ну, а сейчас попробуем сравнить с Fiat. Так, ну и вторым номером нашего обзора электромобилей является Fiat 500 Electric. У Fiat 500 немножечко более традиционный ключ. В принципе, все точно так же, да, зажигание. Панель приборов показывает, что у нас зимний режим. Работает пичечка. Так, кнопочный типа селектор коробки передач. Ну, что ж, попробуем. Под капотом этого малыша находится менее мощный двигатель, чем у Chevrolet Spark. Здесь приблизительно 113 лошадиных сил, где-то 200-220 ньютон на метров. Но есть ряд преимуществ, скажем так, драйверских. Во-первых, Fiat 500 имеет хорошую историю зажигательных хетчбеков. У него практически квадратное днище. У него замечательная ходовая часть. А с учетом того, что автомобиль теперь с батареями весит порядка 1200-1300 кг и имеет очень низкий центр тяжести по причине местонахождения аккумуляторных батарей в днище, мы получаем очень сбитый, очень такой, как каменюка, как мячик, действительно, автомобиль, которым безумно приятно управлять. Сидеть приятно и комфортно. Руль вообще замечательный. И это кроме шуток. Очень хороший обзор назад. Зеркало заднего вида тоже считывается замечательно. Приборы не напрягают. И, по правде сказать, сейчас я себя чувствую более комфортно, чем за рулем Spark. Почему? Потому что, опять же, повторюсь, я не совсем люблю посадку, как в нынешних А-классах принято. А этот автомобиль двухобъемный, по факту. Хэтчбэк, да, здесь меньше места в салоне. Да, сзади может съесть только ребенок, либо человек. Инвалид без двух ног, к сожалению. Но эта зажигалка тоже ездить умеет, поверьте. Отличное ускорение. Сто. Вот так-то. Хотя до сотки, на самом деле, этот автомобиль разгоняется приблизительно за 11 секунд. Что, естественно, медленнее, чем Spark. Но до 60 он так же хорош, так же приемист. И дарит массу отличных ощущений. Да, этот малыш намного приятнее. Хотя, ну, на самом деле, для кого что приятнее, это до такой степени вопрос относительный. Что ответ на него у каждого, безусловно, будет исключительно субъективный. Несмотря на то, что автомобиль, на самом деле, там, 2013 года, да, и выпускается он уже, ну, если считать, с простого Fiat 500, там, с 2007, сейчас 2016, 9 лет на конвейере. Отличная тачка. Мне всегда нравился бензиновый дизельный Fiat 500. И, да, электричка тоже удалась. Замечательный разгон. Замечательная рулежка. Да, вот такие электромобили мне действительно нравятся. А Leaf, ну, ладно, не будем обижать владельцев Leaf'ов. Думаю, многие согласятся, что красивым этот автомобиль не назовешь. Он, конечно, лидер рынка. Он, конечно, в B-классе. Но, давайте начнем с того, что мы сейчас все находимся в неком начальном этапе развития электротранспорта. И мы уже видим, что год от года электромобили становятся только лучше. Да, запас хода у Fiat 500 немножечко меньше, чем у Chevrolet Spark. Парка порядка 130 паспортных километров. Но, опять же, здесь все зависит от манеры езды. На Fiat 500 несколько иначе включается активная рекуперация. То есть вы сперва касаетесь педали тормоза. Потом уже либо оттормаживаетесь более сосредоточенно и оперативно. Либо вы просто едете накатом. Так, попробуем тихонечко. Зайти в поворот. Хороший поворот. Я думаю, на 50-ти. Это очень так по-городскому. Вообще замечательно. Малейшее отклонение руля. Автомобиль очень послушный. Я теперь понимаю, почему многие с радостью покупают Fiat. Объединяются в клубы. Машинка того достойна. Итак, друзья. Напомню, что сегодня у нас на обзоре было два электромобиля класса А. Маленьких ситикара Fiat 500 Electric и Chevrolet Spark EV. Что о них можно сказать? Очень яркие, очень позитивные, отличные автомобили. Но называть их будущим, наверное, сложно. Потому что все-таки этот рынок и эти технологии только развиваются и находятся в самом разгаре. Что будет дальше? Ну, безусловно, Detroit показал массу новых технологий. Которые, я надеюсь, в ближайшее время появятся и на нашем рынке. Так что, по факту, это наш сегодняшний день. С допустимым 140-километровым пробегом за сутки. Ну и ночной зарядкой, конечно же. По поводу следующих серий. Хочу сказать, что дальше мы постараемся сравнить электрический Smart Electric Drive. С его бензиновым или же дизельным. Или же это будет тест, в котором примет участие и бензин, и дизель, и электрический агрегат. Если вы являетесь счастливым обладателем Smart, контакты находятся под видео. Если вы являетесь также счастливым обладателем Fiat 500, тоже пишите нам. Мы обязательно постараемся сравнить электрический Fiat 500 с его бензиновой, либо дизельной версией. По поводу Spark сложно сказать. Их вообще, в принципе, очень мало в Украине, как я уже говорил. Ну и в остальном, спасибо автосалону RECAVTO за предоставленные на сегодняшний обзор электромобили. Оставайтесь с нами. Обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, в Instagram. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok